У нас постоянные ночные кошмары. Или если вам снится сон, то он бывает бессмысленным. Когда человек говорит, что ему ничего не снится, вы должны знать, что это ненормально. И когда человек видит сон, в котором он ничего не может разобрать, это также ненормально. И еще люди не понимают разницу между сном и видением. Был ли это сон или видение? Мы думаем, что только когда мы спим, мы можем видеть сон. Нет. Сон – это нечто другое. Пока я сейчас разговариваю с вами, я могу видеть сон. То значение слова «сон», которое вы читаете в словаре, – это литературное значение. Оно отличается от того, как понимаю его я, будучи человеком Божьим. Пока я говорю с вами, я могу увидеть сон. Потому что сон видит не тело, но Божественная природа, которая есть во мне. Внешне я могу совсем не выглядеть, как тот, кто видит сон. Я могу ходить, разговаривать с вами, но это не препятствует мне видеть сон. Это потому, что моей Божественной природой является Божественная святость. Я разговариваю с вами, я ем, смеюсь, я даже могу танцевать и во время танца увидеть сон. Вы понимаете, сон или видение – это когда вы спите, закрыв глаза. Или когда говорите «Я хочу увидеть сон, пожалуйста, не тревожьте меня». Или вы думаете, что кто-то может прервать ваш сон, открыв дверь. Нет, нет. Ничто не может остановить сон. Кто-то находится в выступлении или просто спит, и кто-то открывает дверь, прерывая тем самым сон. Нет, нет. Ничто не может остановить сон. Вы можете в течение двух дней истолковывать сон, который длился несколько минут. Сон, который продолжался всего минуту, вам может придется объяснять людям два дня. Истолкование одноминутного сна может занять у вас два дня. Это тайна. И второе. Если ваш сон или видение остановится, то потом он начнется снова именно там, где он остановился. Вы начнете его видеть снова. Относительно освобождения пастора или служителя. Вы скажете, как такое может быть? Разве этот человек не служитель и не пастор? Ты, кто так говорит, откуда ты знаешь, что тебе не нужно освобождение? Любой, кто не может действовать с Богом, нуждается в освобождении. Что значит действовать с Богом? Когда вы действуете с Ним, вы начинаете понимать Божье мнение о вас самих. Что Бог хочет, чтобы вы делали? Когда Бог хочет, чтобы вы молились? О чем Бог хочет, чтобы вы молились? А вы посмотрите на себя. Вы молитесь и не знаете, получите ли вы от Бога то, о чем просите. Если вы действуете с Богом, вы будете знать, что Он хочет, чтобы вы просили. Что вам Бог даст, а что нет. Любой, кто не может действовать с Богом, нуждается в освобождении. Действовать с Богом, это вот, например, «Мадам, разговаривайте со мной». Видите, она разговаривает со мной, и я отвечаю ей. Попросите меня сейчас дать вам этот микрофон. Попросите еще раз. Все, пока хватит. Вы понимаете, о чем я говорю? На ваше прошение я отказался давать микрофон. Я молчал. Вы настаивали на просьбе, но я молчал. Потом сказал, подождите. Это и означает действовать с Богом. Вы сами понимаете, что вы пока не действуете с Богом. Вы только в процессе. Сегодня люди неверно используют слова «родиться свыше». Когда вы действуете с Богом, вы знаете Божье мнение о себе, а также Божье мнение о других. Когда вы не можете действовать с Богом, то далеко не каждую молитву во имя Иисуса Бог слышит. И не каждый пост Бог принимает. Почему? Потому что Бог может слышать вас, только если вы говорите во Святом Духе. Бог может слышать вашу молитву и принимать ваш пост, только если в этом был задействован Святой Дух. Потому что Бог есть Дух, и мы должны поклоняться Ему в Духе и в Истине. О какой Истине говорится в этом стихе? Имеется в виду, что по мере развития ваших взаимоотношений со Святым Духом, вы должны жить в Истине. Вот что значит в Духе и в Истине. Ваш путь — в Истине. Ваши действия — в Истине. Ваши поступки — в Истине. Всякий, кто не действует с Богом, нуждается в освобождении. Но посмотрите, что происходит во всем мире сегодня. Например, вы лжец, и вы стараетесь перестать лгать. Вот предположим, что наш брат слишком славоохотлив. Став христианином, он решает оставить многословия. Есть два способа, как вам перестать говорить лишнее. Вы можете сделать это сами, своими усилиями, либо силой Святого Духа. Есть разница между вашими усилиями и силой Святого Духа. Когда вы сдерживаетесь своей силой, внешне люди заметят, что вы перестали много говорить. Но этот Дух будет продолжать угнетать вас. Время от времени вам придется сдерживать себя. Я же больше не говорю лишнего. Но внутри вас по-прежнему будет это многословие. У вас будет тяга к этому. Желание много говорить по-прежнему будет там. И многое тому подобное. Человек может решить больше не курить, потому что стал христианином. У него будет два пути, чтобы бросить курить. Вы можете остановить это сами, но во сне вы будете продолжать курить. Когда вы увидите курящих людей, вы постараетесь отвернуться, чтобы не видеть их. Если у вас есть курящие друзья, вы не захотите их больше видеть, потому что вы знаете, что вы все еще можете сорваться, потому что вы сдерживаемы не силой Святого Духа. Когда Дух Святой освобождает вас от этого Духа, то вы можете сидеть посреди курящих людей и не чувствовать никакого желания закурить. И если этот курильщик силой Святого Духа бросил курить, то если порой он и будет искушаем закурить снова, ведь несмотря на то, что Дух Святой помог вам бросить курить, в будущем он может быть искушен. Но если это произойдет, это будет не без Божьего ведома. И это искушение побудет его молиться больше, любить Бога больше, размышлять и приходить в церковь больше. Вот чем обернется искушение, которое происходит с Божьего ведома. Вы со мной? Если этот человек с помощью силы Святого Духа просит курить, и в будущем, если он будет искушаем сделать это снова, то Дух Святой будет осведомлен об этом. И это испытание не вернет его курению и не сможет свергнуть его с позиции Дитя Божьего. Более того, это испытание смотивирует его молиться больше. Если он молился три раза, он начнет молиться восемь раз. Он скажет, «Сатана, ты лжец!» «Нет, я Дитя Божье!» Он станет более воинственным в своей молитве, в посте, в своем жизненном пути. Он станет более воинственным, чем был раньше. Итак, если этот джентльмен внезапно будет атакован сатаной, то благодаря тому, что он Дитя Божье, Бог даст ему благодать преодолеть это. Он не позволит сатане искусить его. А со многими, кто называет себя сегодня христианами, это происходит. Вы говорите, что вы христианин, но вы не можете действовать с Богом. Что это за христианство? Вы никогда не сможете стать кем-то просто от того, что будете утверждать, что вы им являетесь. Если у вас нет денег, а вы утверждаете, что они у вас есть, то деньги от этого не появятся, если только вы их не украдете. Если вы просто говорите, «Я христианин», то вам очень сложно будет оставаться христианином в будущем. Если вы заявляете, что вы пастор, не будучи таковым, вы, скорее всего, не сможете быть пастором в будущем. Когда сатана побеждает христианина или пастора, это значит, что что-то не так. Я сейчас говорю о становлении пасторов, служителей Божьих, епископов. То, как поднялся я, отличается от того, как поднимался этот человек. Если Дух Святой не свидетельствует Духу нашему, что мы рождены свыше, то я не знаю, как мы можем быть рожденными свыше. Мы можем быть рожденными свыше, если только Дух Святой свидетельствует о нашем усыновлении. Вы согласны со мной? Я говорю, что единственный путь, как мы можем стать истинно рожденными свыше, это только если Святой Дух свидетельствует нашему Духу, что мы усыновлены. Все сводится к основанию. Многие просто открывают рот и начинают говорить все, что им пришло на ум. А я не знаю, где о таком подходе написано в Библии. Как вы можете просто так говорить? Или если я сейчас сделаю призыв к алтарю, и люди выйдут, и я скажу, «Исповедуйте Христа, повторяйте за мной». А я не был освобожден, но начинаю говорить, «Повторяйте за мной, Господь Иисус, вводи в мое сердце, омой меня своей перчистой кровью, спаси мою душу сегодня». То если я это говорю, не будучи освобожденным, то это не будет работать. Это не сработает. Вам нужно быть освобожденным. Это очень важно. Прежде чем исповедовать Иисуса, вам нужно пройти через освобождение. Потому что вы не можете просто так исповедовать Иисуса Господом в истине. Скажи соседу, ты не можешь просто так искренне исповедовать Иисуса, как своего Господа и Спасителя. Если просто обычный человек начнет говорить, «Иисус мой Господь и Спаситель», то он обманывает сам себя. Потому что это исповедание делается не моей человеческой природой, но Божественной, Духом Святым. Когда мы делаем исповедание своей человеческой природой, мы обманываем сами себя. И так же, когда мы говорим «Во имя Иисуса Христа, будь освобожден», то кто это говорит? Если я говорю это по-человечески, то как это вообще может быть? Я вижу, что вы говорите «Во имя Иисуса», и я тоже говорю это. Человеческое подражание — это смотреть, что делают другие, и как они это делают, а не то, как Святой Дух свидетельствует нам делать. Когда я говорю «Во имя Иисуса», то произнесение этих слов должно быть засвидетельствовано Святым Духом. Как исцелял Иисус? Он действовал по Слову и посредством Святого Духа. Поэтому если я говорю «Будь исцелен», то если я говорю это сам по себе, то я не смогу исцелить. Но если Бог засвидетельствовал то, что я говорю, это исцеление происходит. Если я сам по себе освобождаю, то человек не будет освобожден, потому что по-человечески никто не может освобождать. Мы можем только разрушать. У нас нет созидательной силы, а Бог созидает. А когда мое слово «Освобождение» засвидетельствовано Святым Духом, то это происходит. Вот почему у нас должно быть свидетельство Святого Духа об усыновлении. В противном случае, все, что вы не делаете, вы будете делать это во имя свое. я сама вижу. Все, что вы не делаете, якушечки. Продолжение следует...